Работа кипит с самого утра. На придомовых территориях задач всегда достаточно. Нужно скосить траву, убрать мусор, подмести дороги и тротуары. В летнее время у школьников появляется возможность подработать. МОП-центр ЖКХ предоставляет вакансии юным саровчанам каждый год. Каждое лето, по доброй традиции, ребята приходят к нам из центра занятости, устраиваются дворниками. Они у нас работают по 4 часа, с 8 до 12. Работать нужно интенсивно, потому что участки у нас довольно-таки обширные. Как вы видите, дворы большие. Убраться нужно по возможности за день хотя бы два двора. Они справляются, в принципе, как бы стараются. Кто-то устраивается на всё лето, кто-то на двухнедельную смену. Работодатель учитывает все особенности взаимодействия с детьми. Каждые 15 минут мастер даёт время для отдыха. Если работа выполнена, старается отпустить пораньше. В свою очередь, юные сотрудники подходят к делу ответственно. У нас сейчас бригада 10 человек. Ребята, я хочу сказать, что относятся очень серьёзно. Бывают опоздания, это только из-за общественного транспорта. Так ребята звонят, предупреждают. И если отпрашиваются, то заранее. Они относятся очень серьёзно к работе. Мы их настраиваем на дисциплину и то, что это работа. И нужно так же, как и в школу, ходить вовремя и выполнять все указания мастера. В процессе подросток получает новые навыки, формирует финансовую ответственность, учится планированию, заводит новые знакомства. От ребёнка требуется лишь желание трудиться, а вакансия найдётся. С поиском работы помогают сотрудники кадрового центра совместно с администрацией города. Специалисты активно работают с саровчанами от 14 до 18 лет. Рассказывают о положении на рынке труда, подбирают и помогают устроиться в подходящие места. Организуют профориентацию. В мае месяце 2024 года на первую половину июня заключены договора на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних с муниципальными предприятиями города. Это Центр ЖКХ, ДЭП, Горводоканал, Товарная база и другие. Работа с работодателями по заключению договоров продолжается, так как желающих работы чуть-чуть много. Вакансии в основном это подсобные рабочие и дворники. Хотелось бы обратиться к работодателям города, чтобы они активно принимали участие в программах временного трудоустройства. По вопросам трудоустройства несовершеннолетних можно обращаться в Саровский кадровый центр «Работа в России». Улица Куйбышева, дом 19, дробь 2, кабинет 209 или в молодёжный центр. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.